Доброе утро! Уверена, все уже высадили рассаду томатов, персов, баклажан на постоянное место в теплицу. Но, приехав на дачу спустя две недели, какое может быть наше удивление, когда мы смотрим на рассаду, а она стоит на одном месте. Ничего не происходит, и у нас возникает вопрос, как же ей помочь? Давайте разбираться вместе. Кстати, ошибочно полагать, что самое первое, что необходимо сделать с рассады, это ее подкормить удобрениями, минеральными или органическими. Но давайте обратимся к физиологии нашего томата. Если мы выращиваем рассаду на протяжении нескольких месяцев в ограниченной емкости, то, к сожалению, корневая система закручивается, загибается, и она начинает расти по кругу. И первое, что необходимо сделать после высадки томатов, персов и баклажан в теплицу, это простимулировать развитие корневой системы. Биологически предусмотрено, что чем шире корневая система, чем дальше она отходит от основного стебля, тем больше потенциальных элементов питания может поглотить наше растение. Поэтому, когда мы высаживаем рассаду на постоянное место, первое, что необходимо сделать, это простимулировать развитие корневой системы. Давайте будем делать это вместе. Существует природный прекрасный корнеобразователь, называется янтарная кислота. В зависимости от развития корневой системы рассады, допускается добавление на 10 литров воды янтарной кислоты от 2 до 5 граммов чистого порошка. В нашем случае мы будем использовать дозировку 2 грамма. Янтарная кислота будет активно способствовать нарастанию корневой системы за счет ускорения процессов метаболизма, насыщения клеточек растений кислородом, а также вовлечения органических соединений в строительные компоненты самого растения. Также в витаминный коктейль мы будем добавлять гумат калия. Это препарат на основе гуминовых соединений, которые в природном состоянии находятся в почве и отвечают за ее плодородие. Гуминовые кислоты будут также активно способствовать восстановлению и нарастанию корневой системы. На 10 литров воды, как я уже сказала, будем добавлять 2 грамма чистого порошка янтарной кислоты. Также будем добавлять 2 чайные ложки гумат калия. Производитель написал, что содержание калия, содержащих соединений, находится в концентрации 20. Это достаточно хороший показатель для калия, который активно способствует нарастанию корневой системы в том числе. Все перемешиваем и под каждое растение будем выливать пол-литра данного соединения. Питательный раствор готов. Пойдем спасать корневую систему посленовых культур в нашей теплице. Поливать будем по пол-литра под каждый корешок и желательно поливать по влажной почве для лучшей усваиваемости питательных компонентов и янтарной кислоты. Ну а если так случилось, что куст томата еще не сформировался, но уже завязался первый плод, то имейте в виду, к сожалению, растение отдаст все накопленные элементы питания именно на формирование семян, на продолжение своего потомства. Поэтому кроме этого томата на данном растении ничего путного не вырастет. Поэтому без сожаления в пользу будущего урожая будем удалять первый томат с несформировавшегося куста. Хороших вам урожаев и до новых встреч!